Константин Викулов один из тех, кто решил кардинально сменить сферу своей деятельности. С пилочкой для ногтей в руках он уже успел влюбить в себя десятки женщин Самары. Путь Константина в индустрию красоты начался в сентябре прошлого года. До этого времени он больше 14 лет нес военную службу в Оренбурге. При подготовке к соревнованиям получил травму. Пришлось попрощаться с мундиром и погонами. Для дальнейшего лечения Константина отправили в Самарский госпиталь. А уже после выздоровления он принял решение остаться здесь. Мы с супругой давно хотели и мечтали о переезде. И решили, что Самара будет для нас самый оптиматый вариант. Потому что из Оренбурга в принципе не так было далеко и видеть от родителей. И здесь находится огромная река, о которой мы всегда восхищались. Но хотелось очень жить рядом с Волгой. В Самаре Константин прошел индивидуальный курс по обучению маникюру. Сам находил модели и набивал руку. Говорит, выбрал эту сферу, потому что она была более доступной. И в то время мужчины-маникюрщики только раскачивались на рынке. Поддержали Константина Викулова в его начинании как родственники, так и друзья. По словам мастера, он никогда не сталкивался с осуждением. Кстати, среди клиентов довольно много мужчин, которые доверяют Константину уход за руками. Что же касается девушек, есть те, кто приходят в салон из любопытства. Но после первого знакомства с обаятельным капитаном в отставке записываются на процедуру снова. Реакция при виде мастера мужчины неоднозначная. Но удостоверившись в профессионализме Константина, клиентки отбрасывают в сторону гендерные стереотипы. Часто в процессе работы Константин выслушивает немало интересных историй от клиенток. Дает им советы и становится еще и психологом на время процедуры. С каждым годом все больше мужчин начинают работать в индустрии красоты. Специалисты утверждают, что не человек выбирает профессию, а наоборот, сфера деятельности формирует характер. Например, тот же маникюр требует усидчивости, ответственности, внимания и аккуратности. По словам психологов, традиционное деление профессии на чисто женские или мужские, хоть и сохраняются в целом, но уже не в чистом виде. Ведь рынок труда – живой организм. Есть какое-то замещение того, чего не хватало человеку на его основной работе, потому что все-таки воинский долг – это все время служить и не иметь выходных, проходных и не получать особого кайфа, потому что это уже стереотип поведения. То есть нужно идти на службу, нужно идти на какой-то там, если есть сирена или какие-то вызовы экстренные. Я могу сказать, что этот человек, он, наверное, по своей личностной такой вот характеристике строгий, четкий, хорошо работающий. Константин Викулов не стоит на месте. Он любит работать на результаты и постоянно совершенствует свои навыки в бьюти-индустрии. Сейчас обучается на мастера по педикюру. В планах – обзавестись своим собственным помещением и открыть салон мечты. Мэри Илчан, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Продолжение следует...